Дик Фрэнсис. Кошмар. Рассказ «Кошмар» заказала мне газета «Таймс» в апреле 1974 года. Три тысячи слов, пожалуйста. Действие рассказа происходит в США. Здесь рассказывается, как украсть ценную племенную кобылу с неродившимся жеребенком. «Пожалуйста, не делайте этого!» После гибели отца Мартин Рецов на три года забросил свое излюбленное ремесло. Без партнера работать нельзя, а такого опытного партнера, каким был его отец, найти не так-то просто. Мартин Рецов заглянул в свою чековую книжку, подсчитал сбережения и решил, что надо найти себе какую-нибудь непыльную работенку, которая позволила бы ему разъезжать по стране, выжидая, пока жизнь подбросит подходящую замену. День езды на поезде позволил Мартину удалиться на значительное расстояние от тех мест, с которыми были связаны столь жуткие воспоминания. Но воспоминания преследовали его, не отвязный, как дурная привычка. Его приняли торговым агентом в фирму «Корма для чистокровных лошадей Инк». Вначале с месячным испытательным сроком, а потом, когда он проехался по округу, оставляя за собой крупные заказы и на постоянную работу. Мартин Рецов спокойно крутил баранку машины, принадлежащей компании, беспечно колесил по своим новым владениям, посещал конефермы и конюшни и убеждал их владельцев, что даже если комбикорма его фирмы и не лучше прочих, они во всяком случае ничем не хуже. Клиенты фирмы видели перед собой крупного мужчину под сорок, с обветренным мрачноватым лицом, имевшего обыкновение щурить глаза, так что виднелись только узкие щелочки, обрамленные темными ресницами. Он отнюдь не лучился дружелюбием и искренностью, свойственными обычно торговым агентам, и в голосе его не было ни капли меда. Но владельцы все же пожимали ему руку и доставали ручки и чековые книжки, единственно потому, что Мартин Рецов на редкость хорошо разбирался в лошадях. Он оценивал любую лошадь с первого взгляда, небрежно раздавал полезные советы и денег за них не брал, хотя они того стоили. «Пожалуй, эту лошадь стоит перековать», – бросал он мимоходом, или «А вы не пробовали делать инъекции витамина В12?» «Это укрепляет кости». И в следующий раз его уже встречали точно старого друга. Мартин Рецов процветал, и все же ему было плохо. Он не знал покоя во сне. Заснув, он каждый раз пробуждался от кошмара в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем. Кошмар был один и тот же, с вариациями на тему безвременной насильственной смерти отца Мартина. Иногда Мартин видел во сне лицо. Оно было мертвым, но продолжало говорить. И изо рта хлистала кровь. Иногда он видел колесо. Огромное толстое колесо с острыми шипами на шине, вдавливающиеся в мягкий беззащитный живот. Иногда он сам был своим отцом. Он скользил и падал под колеса нагруженного фургона для перевозки лошадей. И жизнь покидала его в мучительном взрыве агонии. Иногда, не так часто, Мартин видел другого человека, который там был. Грубого человека в темной форме. Человек холодно смотрел сверху вниз на его умирающего отца, не испытывая жалости и не произнося ни слова утешения. Каждое утро Мартин Рецов устало вставал под душ, растирая затекшее тело и жалея, что нельзя так же просто смыть всю дрянь со своего подсознания. Каждый день, садясь в машину, он стряхивал с себя ночные кошмары и смотрел в будущее. Он видел рождающихся жеребят, смотрел, как они растут, прослеживал их судьбу до аукционов и дальше. Мартин лучше самих тренеров знал родословную, историю, карьеру и судьбу любой из лошадей, которых он снабжал комбикормом. За три года он завязал множество знакомств, но друзей не завел. Последнее было ему несвойственно. Он знал каждую лошадь в округе и сотни тех, которые были проданы в другие штаты. Он считался самым толковым агентом в своей компании. И даже кошмары в последнее время стали мучить его все реже. Однажды вечером, дело было ранней весной, Мартин подобрал Джонни Дьюка, высокий и тощий белобрысый парнишка, на вид лет двадцати, в линялых джинсах и старой кожаной куртке, с брезентовым рюкзачком, с вещичками, голосовал на дороге. Мартин Рецов был в общительном настроении. Он решил, что это студент на каникулах, остановился и согласился подвезти парня до следующего города, миль за сорок. «Я тебя нигде раньше видеть не мог», озадаченно спросил Мартин, когда парень устроился на переднем сидении рядом с ним. «Да нет, навряд ли, да?» Мартин поразмыслил. «А, ну как же, видел я тебя пару дней тому назад, только вот не припомню где». Парень ответил не сразу. «Наконец сказал, я довольно часто мотаюсь по этой дороге. Наверное, вы видели, как я ловил машину». Мартин Рецов закивал. «Вот-вот, теперь вспомнил». Он расслабился и поудобнее устроился на сидении, радуясь, что разгадал эту маленькую тайну. Мартин не любил загадок. «Там я тебя и видел, на дороге, и даже не раз». Парень коротко кивнул и заметил, что это хорошо, что Мартин остановился. Он торопится на свидание с девушкой. «Я редко подбираю кого-то на дороге», заметил Мартин. А про себя с усмешкой подумал, что должно быть размяк за три года спокойной жизни. Они в дружеском молчании проехали миль пять. Мимо проносились левады, процветающих в каниферм, обнесенные белыми оградами. Мартин Рецов мельком бросил взгляд на табунки лошадей, щиплющих молодую весеннюю травку, но держал свои мысли при себе. И вдруг заговорил Джонни Дьюк. «Интересно, почему чистокровки никогда не бывают пегами?» «А ты что, в лошадях разбираешься?» Удивился Мартин Рецов. «Я среди них вырос». Мартин Рецов спросил, «Откуда же он?» «Но парень сказал только, что у него дома были неприятности. Он оттуда слинял, и говорить об этом ему не хочется». Мартин Рецов улыбнулся, высадил Джонни в следующем городке и поехал дальше по своим делам. Но когда Мартин остановился на заправку, улыбка его исчезла так же стремительно, как инвесторы в период кризиса. Джонни Дьюк спер у него бумажник. Рецов держал бумажник во внутреннем кармане пиджака, а поскольку обогреватель работал на совесть и в машине было жарко, пиджак валялся на заднем сидении. Мартин вспомнил, как Джонни бросил свой рюкзачок на пол за спинкой переднего сидения и как он его оттуда доставал. Обветренное лицо Рецова сделалось жестким. Его клиенты, пожалуй, сейчас немало бы удивились. Таким они его никогда не видели. Глаза сузились и заблестели холодными осколками льда. Деньги – ерунда, да и немного там было денег. Но сопляк уязвил самоуважение Мартина. Несколько дней Мартин мотался по округе, разыскивая Джонни. Он припоминал подробности, как парень замялся, когда Мартин сказал, что видел его раньше, как отказался сказать, откуда он родом, как ловко он нашел и вытащил бумажник. Мартин Рецов искал его в течение двух недель, но безуспешно. И, наконец, смирился с фактом, что парень, видимо, свалил в другой округ, где его не ищут разъяренные жертвы его фокусов. Мартин каждый месяц заезжал на самую отдаленную ферму в своем округе. И вот, уезжая оттуда, он как раз и встретил Джонни Дьюка. Парень стоял на обочине и голосовал. Должно быть, увидев машину Рецова, он не сразу сообразил, что к чему. Мартин промчался мимо, резко затормозил, открыл дверцу и вышел наружу. Несмотря на свой рост и вес, двигался он мягко, точно хорошо смазанный механизм. Движения его были четкими и отточенными, и в руке он держал пистолет. «Садись в машину!» – приказал Мартин. Джонни Дьюк поглядел на пистолет, направленный ему точно в живот, и побелел. Парень сглотнул. Его кадык конвульсивно дернулся и медленно подчинился. «Я верну деньги!» – испуганно сказал он, когда Мартин Рецов опустился на соседнее сиденье. Пистолет теперь был направлен в пол, но Джонни понимал, что это легко исправить. «Мне следовало бы сдать тебя в полицию!» – сказал Мартин. Парень молча замотал головой. «Тогда ты будешь работать на меня!» Парень посмотрел в прищуренные глаза Рецова и его передернуло. «Это что, шантаж?» – спросил он. «Если будешь работать хорошо, я стану тебе платить!» «Что надо делать?» «Красть лошадей!» – сказал Мартин Рецов. Он составил свой план так же тщательно, как в былые дни, когда они работали вдвоем с отцом. Потихоньку приобрел прицеп для двух лошадей и машину, чтобы его буксировать. И запер машину с прицепом в городском гараже. Большой фургон он покупать не стал, в основном из-за кошмаров. Ему до сих пор снились эти огромные колеса. Кроме того, он не был уверен, стоит ли рассчитывать на то, что новый напарник останется с ним надолго. Сперва надо попробовать, а потом уж решать, предлагать ли ему долговременное сотрудничество. Услышав, чем предлагает ему заняться Мартин Рецов, Джонни широко улыбнулся. «Это пожалуйста!» – ответил он. «Лошадей воровать я могу. А каких?» «В здешних местах это не так просто», – сказал Мартин. «На фермах и в конюшнях везде очень хорошая охрана». Но Мартин успел изучить ее до тонкостей. В конце концов, он потратил на это целых три года. Он выдал Джонни Дьюку список того, что нужно купить, и небольшую сумму денег. Через два дня они вместе изучали приобретенный Джонни гаечный ключ и кусачки. «Ладно, времени терять нельзя», – сказал Мартин Рецов. «Завтра ночью». «Что, так скоро?» Мартин улыбнулся. «Нам надо украсть двух жеребых кобыл. Одна из них вот-вот ожеребится. Когда это произойдет, она должна быть уже в надежном месте». Джонни Дьюк удивился. «А почему бы не взять хороших призовых склакунов?» Их слишком легко вычислить. Татуировки, регистрационные карточки. Но жеребят, да еще новорожденных, кто их признает? Поэтому мы берем высококлассную кобылу, которая носит жеребенка от одного из лучших производителей. Увозим ее подальше и продаем какому-нибудь владельцу или тренеру, который рад будет получить жеребенка голубых кровей за половину той цены, в которую он обошелся бы ему на аукционе. Этого жеребенка вскоре после рождения подменяют на какого-нибудь другого, регистрируют и метят уже в новом качестве. Владелец знает, кто это такой на самом деле. И потому сперва выставляют его на скачки, а потом оставляют на племя. Некоторые из моих клиентов в прошлом сделали миллионы на таких жеребятах, а я получаю только небольшой процент. Джонни Дьюк слушал его, разинув рот. Это тебе не по карманам лазить, с гордостью сказал Мартин Рецов. Это все равно, что украсть Монну Лизу. Все надо рассчитать заранее. А куда потом девают племенную кобылу и другого жеребенка? Кто-то из моих клиентов имеет совесть. Для таких я забираю кобылу с жеребенком и подбрасываю на любое удобное поле. За соответствующую плату, конечно. Если владелец поля окажется человеком порядочным, кобылу опознают и отправят к хозяину. Джонни не стал спрашивать, что бывает, если клиент совести не имеет. Он только сглотнул. А у вас уже есть покупатель на тех двух кобыл, которых мы должны завтра украсть? Спросил он. А как же? Леонардо да Винчи с бухты-барахты не воруют. Мартин Рецов рассмеялся, продемонстрировав ряд крепких зубов. Когда мы заберем кобыл, я скажу тебе, куда ехать. Поедешь один, потом привезешь деньги. Джонни Дьюк снова удивился. Вы мне верите? А вот тогда и узнаем. На следующий день, когда начало темнеть, они забрали недавно купленную машину и присоединили к ней прицеп. Мартину Рецову стоило немалого труда развернуться в маленьком дворике, куда выходили двери гаражей. И Джонни, желая помочь, зашел сзади прицепа, чтобы говорить, сколько места осталось для маневра. Уберись оттуда, ряфнул Мартин. Немедленно! Мартин выпрыгнул из машины, и Джонни увидел, что он весь дрожит. Я только хотел, начал парень. Никогда не заходи в зад прицепу. Понял? Никогда! Ну ладно, ладно, как скажете. Мартин Рецов перевел дыхание и вытер вспотевшие ладони о штаны. Он сам ужаснулся тому, насколько его это взволновало. Три года, подумал он. А кажется, будто это было вчера. Может, лучше бросить это дело, раз у него нервы не к черту. Может быть, он целых три года тянул с возвращением к своему ремеслу, именно потому, что в глубине души боялся снова браться за него. Рецов облизнул пересохшие губы. Сердцебиение потихоньку успокаивалось. На этот раз засады не будет. В тот раз предполагаемый клиент заложил его полиции. Но тут все надежно. Этот клиент уже трижды покупал у него жеребят высокого класса и очень обрадовался, узнав, что можно получить еще двух. Мартин Рецов снова сел в машину и Джонни устроился рядом. В чем дело-то, спросил Джонни. Я однажды видел несчастный случай. Человек попал под фургон. А, Мартин Рецов не стал рассказывать подробности, но они стояли у него перед глазами. Засада. Отец не успел еще забраться в кабину фургона, когда впереди вспыхнули полицейские мигалки. Мартину необходимо было сдать назад на пару ярдов, чтобы проехать в промежуток оставшийся между полицейскими машинами и изгородью. Он снял машину с тормоза, нажал на акселератор, рванул назад. Мартин никогда не забудет страшного вопля отца. Никогда. Вопль был короткий и тут же оборвался. Мартин выскочил из кабины, увидел колесо, вдавившееся в мягкий живот, увидел кровь, хлещущую изо рта умирающего, и другого человека, полицейского. Полицейский стоял рядом и смотрел. Он даже не шелохнулся, чтобы помочь. «Помогите ему!» отчаянно заорал рецов. «Сам и помогай!» Он в панике вскочил в кабину, схватился за рычаг, не чувствуя собственной руки, уже зная, что отец мертв! «Мертв!» не поможешь, не спасешь, ничего не сделаешь!» Мартин съехал с раздавленного тела и помчался вперед. Он застал полицию врасплох. Он проехал две мили, гоня со скоростью шестьдесят пять миль в час, и задолго до того, как полиция догнала фургон, выскочил из машины, бросив ее на обочине, и скрылся в лесу. Его имени полицейские не знали. У Мартина хватало ума не называть себя клиентом. Полицейские видели его только раз, мельком, и то в состоянии паники, а этого, конечно, было недостаточно. Так что ускользнуть и скрыться оказалось проще всего. А вот Мартин не мог забыть лица полицейского, который так пренебрежительно смотрел на его отца. Какой-то высокий чин, важный при знаках различия. Мартин слишком часто видел его в своих кошмарах. Рецов встряхнулся, отбросил воспоминания о прошлом и переключился на сегодняшнее дело. Он ожидал, что вновь ощутит былое предвкушение, возбуждение, приятное учащение пульса. Ничего подобного. Рецов чувствовал себя старым и уставшим. Ну что, поехали? нетерпеливо спросил Джонни Дьюк. А то ведь рассветет, прежде чем я доставлю товар на место. Мартин неохотно кивнул и нажал на педаль. Полчаса спустя, когда они свернули на темный проселок, ему уже удалось задвинуть подальше тени, блуждавшие в душе. Теперь он смотрел на предстоящую работу с холодным трезвым расчетом. Они тихо вышли из машины и опустили по мост прицепа. Ночь сомкнула вокруг. Тихие шороки, легкий шепот ветерка, сверкающие россыпи звезд в разрывах летящих облаков. По шоссе лежавшему в полумиле отсюда время от времени сверкая фарами беззвучно проносились машины. Мартин подождал, пока глаза привыкнут к темноте, потом легонько коснулся руки молодого человека. Сюда, прошептал Мартин почти неслышно, и когда он двинулся вперед, его шаги не производили ни малейшего шума. Джонни Дьюк пошел следом, удивляясь ловкости и легкости, с какой передвигался этот крупный мужчина. Где мы, прошептал Джонни, и чьи лошади это будут, неважно. Они подошли к воротам, запертым на засов. Кусачки легко перегрызли дужку замка, и воры очутились на выгоне. Мартин тихонько посвистел сквозь зубы особенным цыганским посвистом. Потом достал из кармана горсть орешков комбикорма и протянул руку в темноту. Иди сюда, девочка, иди, иди, моя хорошая. Откуда-то из темноты послышалось тихое, приветливое ржание. И появились лошади, осторожно, медленно идущие на звук человеческого голоса. Они сживали протянутые орешки и не стали сопротивляться, когда люди осторожно взяли их за ошейники. Иди вперед, шепнул Мартин Джонни Дьюку, я за тобой. Две кобылы, круглые от четвероногих драгоценностей, растущих у них в животе, послушно двинулись за ними. Они вышли за ворота и подошли к прицепу. Проще простого, как всегда, подумал Мартин. Главное уметь взяться за дело. Джонни завел кобылу в прицеп и привязал. И тут кошмар начался заново. Снова вспыхнули мигалки, ослепив привыкшие к темноте глаза Мартина. И снова из темноты навстречу Мартину выступил человек, тот самый, то самое лицо из снов. Грубое лицо, темная форма, знаки различия, высокого ранга. Мартин Рецов, сказал он, вы арестованы за... Мартин Рецов его не слушал. Он отчаянно думал о том, что этого просто не может быть. Этот клиент ни за что бы его не заложил. Никогда в жизни. Полицейский отвел руку Мартина от шеи кобылы и надел на него наручники. Мартин не сопротивлялся. Как вы здесь очутились, растерянно спросил он. Мы вас искали целых три года, самодовольно объяснил полицейский. И несколько недель назад наконец вычислили, но у нас не было убедительных доказательств вашей виновности. Так что мы просто следили за вами. Из прицепа вышел Джонни Дьюк. Мартин Рецов подумал, что парню жутко не повезло. Надо же, попасться на первом же деле. Хладнокровный полицейский направился ему навстречу, весьма довольный. Но наручников он доставать не стал. Он похлопал Джонни по плечу. Хорошо сработано, сержант Дьюк. Рецепт